Мы находимся в своем магазине Передвижник, это сеть магазинов в Москве, товары для художников, профессиональные товары, то есть материалы и инструменты для творчества, для занятий изобразительных сын. Этих магазинов в Москве 4. Мы с вами находимся на территории бывшего винозавода, то есть это такое артпространство, где не только магазин Передвижник есть, но и проходит много всего интересного, галереи современного изобразительного изобразительного, выставки проходят, для мессажи, поэтому именно этот магазин я люблю больше всего. Берете корзиночки и набираете туда те краски, которые нам понадобятся для работы. Потом мы с вами пройдем кисточки, палитры. То, чем мы пользуемся в первую очередь, а дальше по вашему желанию мы можем пройти по всему магазину. Я расскажу вам о всех материалах и инструментах, которые я знаю. Если вам это будет интересно. Пигмент это кращище вещество, которое добывается из разных растений, генералов, растений. Это мельчайшие частички, которые между собой связаны каким-то связующим веществом. Они между собой связаны этим веществом. Пигмент это очень дорогая вещь. Его синтезируют, то есть извлекают из природных материалов. Это очень дорогостоящая вещь. Очень дорогостоящая. Поэтому в краску добавляют всякие наполнители. Помимо вот этого клейкого вещества, есть еще наполнители разных. И они бывают качественные и не очень качественные. Кроме того, сами пигменты бывают качественные и не очень качественные. Поэтому краски все разные. Я вам рекомендую, как преподаватель, самая хорошая краска по цене и качеству, профессиональная краска, это гуашь мастер-класс. Смотрите, есть гуашь французской фирмы. Вот она. Вот она в таких баночках находится. У нее очень красивые тоже цвета. Нету. У нее есть цвета такие, которых нету в палитре гуаши мастер-класса. И вы их покупаете по необходимости. Если кому-то понравилась эта краска, этот цвет, вы ее покупаете. Очень качественные, очень красивые, яркие, насыщенные цвета. В работе себя очень хорошо зарекомендовала. Мне лично, как преподавателю, меньше нравится гуашь гамма, производитель гамма. Они больше высыхают. Ну, меньше мне нравится. И еще есть санет. Вроде бы производитель гуаши санет, это тоже невская палитра. Вот видите, называется мастер-класс гуашь, а производитель у нее невская палитра. Вот написано. Производитель вроде бы тот же, но мне она нравится меньше. У этой гуаши большая разнообразие и разнообразие всяких перламутровых оттенков. Видите, она больше яркие, смотрите, какие-то цвета есть. Она больше подходит, наверное, для декоративных работ. А мы с вами занимаемся живописью, поэтому обратите особенное внимание на ваш мастер-класс. Для того, чтобы нам профессионально заниматься живописью, нужно иметь как минимум каждого цвета, это минимум два оттенка. Два оттенка желтого, два оттенка зеленого, два оттенка красного, два оттенка синего и так далее. Первая называется лимонная или трансиановая нам подходит. Как вы думаете, это какой оттенок у этой красной? Яркая. Она яркая, безусловно. Но у нее оттенок в какую сторону? В красную или больше в зеленую? Больше в зеленую. У нее есть чуть компонент зеленого цвета. Вот она, трансиановая, лимонная или трансиановая. Пожалуйста. Выбираем, называется кадми желтый цветний. В немской палитре, вот здесь вот в мастер-классе написано желтая, светлая. Один оттенок у красного, имеет какой компонент, такой вот тепленький. Да, у него есть какой-то, в нем присутствует желтый. Мы его не видим глазом, но он присутствует. Это кадмий, красный средний. Или здесь называется красный. Просто вот красный. Вот она красная краска. Краплак, у него какая тема по краплакам? Какой есть, какая? Да, у него есть синий компонент там, такой вот он холодненький. Вот он, краплак красный. Вот он, краска очень детская такая. Ее обычно надо мало брать, потому что она очень пожирает другие цвета. Но, тем не менее, вот она необходима нам тоже в работе. Краплак красный. Значит, красный. Переходим дальше в синий цвет. Два оттенка. Один синий, зеленый он уходит. Кобальт синий, светлый. Вот этот возьмем. Очень хорошая краска, нам без нее не обойтись. Второй цвет имеет оттенок, больше к фиолетовому. Устромарин. Есть у нас устромарин? Вот, устромарин. Вот, смотрите. Устромарин. Давайте мы с вами возьмем какую-нибудь такую краску, которая есть вот именно, которая синеголубая. Вот, давайте мы пока что... Это не заменяется рулем, но она, как бы, нам понадобится. Давайте возьмем вот этот вот, синий-бирюзовый он называется. Давайте возьмем этот цвет, чтобы он у нас был. Переходим к зеленым оттенкам. По большому счету, ну, вот, нам нужно тоже два оттенка. Обязательно должна у нас с вами быть изумрудная, зеленая, светлая. Изумрудная, зеленая, светлая, да. Берем необходимую в работе краску, без нее как без рук. Вот, и второй цвет. Это называется окись крома. Здесь вот я вижу, что называется зеленая и темная. Простая зеленая и темная краска, которая есть обычно в ваших наборах. Примерно такая. Это окись крома. Вот, пожалуйста, берилку из крома или темно-зеленую. Очень хорошая краска. Вот эта, вот она такого оливка. Она так и называется, оливково-зеленый. Оливково-зеленая, она нам тоже пригодится. Вот, кромяная зеленая. Вот, ну, тоже приятный такой, такой зеленый цвет. Возьмите его тоже. Итак, теперь переходим к таким оттенкам натуральным. Натуральные оттенки это просто замечательные краски. Это охра. Охра бывает светлая и охра бывает золотистая. Берем охра светлая и охра золотистая. Вот сиена жженая. Сиена жженая и сиена натуральная. Она близко очень к натуральной сиене, близко к охре золотистой. Вот смотрите, сиена, сиена, давайте так возьмем. Сиена жженая или охра красная. Вот сиена жженая или охра красная. Вот сиена идет. Умбра. Ой, какая же хорошая краска это. Умбра бывает. Умбра жженая и умбра натуральная. Умбра жженая это в наборах ваших. Коричневая краска. Коричневая краска. Это умбра жженая. Умбра натуральная. В наших наборах нет. Прекрасная краска с зеленоватым, зеленовато-коричневого оттенка. Для нас с вами, ну по большому счету, разницы большой нет. Какой мы, какой белый цвет, вот гуаши мы выберем. Поэтому чаще всего мы пользуемся белилами цинковыми. Просто белилы титановые, более качественные. И у них такой очень холодный оттенок. А белило-цинковые, тоже у них холодноватый оттенок. Они менее укрывистые, трескаются больше. Но для нас с вами они подсеркнуты. Черная краска. Она носит название сажа газовая. И, как это ни странно, у черной краски тоже есть оттенок. Теплый и холодный. Сажа газовая имеет, в общем-то, теплый оттенок. Холодный оттенок, этот цвет называется индига, например, черный. Но его нет в гуашевых красках. В гуашевых красках есть, например, гуашь глубоко-черная. Глубоко-черная. Она имеет более холодный оттенок. И у нее свойства немного отличаются от обычной гуаши. Ее, например, можно стирать ластиком. Но она дороже стоит. Эта краска не дешевая. Если вы ее увидите, берите.